Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Контролируется сфера ЖКХ и что зависит от собственникова жилья и как можно воздействовать на управляющую компанию. Что включает в себя подготовка жилого фонда к зиме, кто и как может сменить управляющую компанию. Вот на эти и на многие другие вопросы сегодня в прямом эфире отвечает руководитель Регионального центра ЖКХ «Контроль» Виктор Иванович Часовских. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Уважаемый телезритель, традиционно мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Дозванивайтесь к нам в студию, задавайте свои вопросы. Ну а вот те темы, которые я сегодня обозначила, они у нас главные. И мы начнем говорить именно на них. Виктор Иванович, ну вот я попрошу вас все-таки обозначить, сейчас в осенний период болезненность темы сферы ЖКХ в целом по стране, конечно, вот согласно обращений именно собственников, Виктор Иванович. На что жалуетесь? Ну вот смотрите, если взять третий квартал 2020 года, то в наш региональный центр ЖКХ «Контроль» обратилось более 200 человек. Значит, обращения постоянно идут, да. И вот мы их попробовали разбить по темам. У нас на первом месте неудовлетворительное состояние содержания и ремонт многоквартирного дома 17,9%. Что это такое? Это то, что работы по текущему ремонту управляющие компании не делают. Информацию о них не представляют. Сметы завышают и так далее и тому подобное. На втором месте это проблема по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. Она постоянно у нас в тройке лидеров. Почему это наши деньги? Сколько нам начисляют? Правильно ли они начисляют? Делают ли перерасчет? Корректировку. Да, корректировку и прочее. Вот это на втором месте это почти 17%. И на третьем месте вопросы управления многоквартирным домом. Ну, это в первую очередь проведение общих собраний собственников, порядок их проведения. Правильно они проводятся, неправильно. Как оспариваются. Как происходит смена управляющей компании. Таких вопросов очень много. И вот мы начинали говорить, да, если в 2019 году за весь год 2000 домов у нас сменили управляющие компании, то за 9 месяцев этого года их уже количество 4 тысячи. Увеличилось вдвое, Виктор Иванович. За 9 месяцев, не за год, еще до конца года, еще 3 месяца. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди начинают понимать, что если управляющая компания не выполняет то, что она обязана делать, то людям проще ее сменить. Выбор у нас есть. Управляющей компании много. Новые компании приходят на этот рынок. Они хотят работать. И многие хотят работать честно, открыто. Поэтому люди выбирают их. И я надеюсь, что этот процесс будет постоянным. Мы обязательно коснемся этого вопроса, как сменить управляющие компании. Но прежде я хотела спросить вас вот о чем. Я знаю, что вы недавно присутствовали на общественном совете Минстроя Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, какие важные вопросы обсуждались там. И, собственно, какой ваш план работы в Самаре после этого визита? Я участвовал в заседании общественного совета Минстроя Российской Федерации. И заявился туда с выступлением. И выступал. Первая проблема, которую я обозначил, это проблема, связанная с работой Государственной жилищной инспекции. На сегодня существует постановление правительства Российской Федерации, которое запрещает Государственной жилищной инспекции выходить на объекты и проводить проверки. Ну, парадокс. Ну, конечно. Они могут туда выйти, на эти дома, если есть угроза безопасности жизни. Все. А то, что там полы не моют, да, какие-то протечки идут, какие-то другие мелкие нарушения, но они касаются многих жителей, они, к сожалению, выходить не имеют права. Ради чего эта ГЖИ создана, да, я понимаю, и сами работники ГЖИ говорят об этом, что мы бы рады выйти, наказать эту управляющую компанию, но нам нельзя. Нам нужно согласование с структурами, которые занимаются этим, а это прежде всего наша прокуратура областная, да, она не всегда согласовывает эти выходы. Поэтому я на этом заседании поставил вопрос о том, что внести изменения в постановление правительства Российской Федерации в части того, что разрешить Государственной жилищной инспекции исполнять свои прямые обязанности, несмотря вот на это вот состояние пандемии. Потому что это серьезно. Какие еще вопросы, Виктор Иванович, вносились на обсуждение? Еще вопросы, конкретные вопросы, которые я поднял, это вопрос по смене управляющей компании, потому что есть такое понятие в жилищном кодексе, что при смене управляющей компании, старая управляющая компания обязана внести информацию о доме, который уходит от нее, в систему ГИС ЖКХ. То, чего они не делают. А раз они этого не сделали, Государственная жилищная инспекция по регламенту, по приказу 938, да, обязана на 30 рабочих дней приостановить рассмотрение этого перехода. То есть старая управляющая компания в течение месяца может собирать деньги, ничего не делая. Да. И причем это правомерно, к сожалению. Это абсолютно да. Виктор Иванович, есть звонок, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Виктор Иванович, у меня вопрос такой, вы, видно, уже устали отвечать на него, но я все-таки еще раз задам. Когда у нас адекватно будет плата за мусор? Не с метража, а за человека? Спасибо и вам. Спасибо. Давайте так. Первое, что. Вот есть на сегодня сложилась такая система у нас оплаты за твердые коммунальные отходы. Это мусор. Города с квадратного метра, сельские районы с человека. Да. Значит, я противник и того, и того. Почему? Я за то, чтобы платили люди по факту. Вот сколько на мусоре, сколько выбросили, за столько и платить. Так это надо и проконтролировать, каким же образом это сделать. Вот смотрите, это делается вообще элементарно, да. Но для того, чтобы перейти к факту оплаты по факту, да, необходимо соблюсти два варианта. Первое. Это должен быть раздельный сбор мусора. Раз. И контейнерная площадка должна быть, но ограничена, чтобы туда не поступал никто другой. Не мог пользоваться кто-то другой. Вот сейчас работа идет над этим. И у нас ряд тех же товарищ-собственников жилья, ТСНФ, они готовы перейти на этот вид оплаты. То есть они готовы и раздельный сбор организовать, и площадка у них оформлена, и закрыта. То есть туда никакого другого доступа не должно быть. Но на сегодня... Так это полностью систему нужно изменить, Виктор Иванович. Ну, извините. Ну, это же проблематично. Что значит проблематично? А как мы создавали эту систему работы с ТКО? Мы же ее создавали. Создавали и здесь можно все это сделать. Сейчас, к сожалению, решение о том, что с квадратного метра или с человека принимает решение первое должностное лицо области. Губернатор принимает. На сегодня вопрос рассматривается. Рассматривается вопрос по нормативам накопления, потому что замеры были 4 периода года проводились. И сейчас рассматривается вопрос об изменении тарифа на твердые коммунальные отходы. Решение где-то будет в конце ноября, в начале декабря. Пока я не готов сказать, все это в стадии рассмотрения. Но в любом случае менять что-то здесь нужно. Спасибо. Есть еще звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Сорвался звоночек. Но если вдруг линия занята, 202-11-22, набирайте, пожалуйста, ваш вопрос. Обязательно попадет к нам в прямой эфир. Виктор Иванович Часовских отвечает сегодня на мои вопросы, на вопросы ваши. Поэтому если у вас есть вопрос по системе ЖКХ, может быть, по вашим личным квитанциям, тратам, пожалуйста, задавайте. Виктор Иванович непременно ответит. Так вот, значит, Виктор Иванович, все-таки какие же положения, причины такого положения дел в сфере ЖКХ вы можете озвучить? Ну и, конечно, вот причины, конечно, их решения. Есть звонок, давайте ответим. Ну давайте. Здравствуйте. Алло, говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Мы живем на Ставропольской. У нас никак не могут сделать люк на чердак. Я уже устала все лето, тут вообще невозможно в подъезде. Летит весь мусор. Как вот сделать, что мы сделали? Подскажите, пожалуйста. А что у вас за дом, что за люк? Поднеси на вопрос, Виктор Иванович. Ставропольская 80 дом. Люк на чердак. А дом скольки этажей? 80. Это важно, сколько этажей дом? Да, ну нет, это не важно. Люк на чердак должен быть в любом случае. Будь то это 24 этажа, будь то это трехэтажный дом. Но в первую очередь, конечно, это зависит от управляющей компании. Это ее обязанность. Это как раз вопрос управления на квартирном доме. Значит, давайте так, если я завтра посмотрю, что за управляющая компания обслуживает ваш дом, попробую переговорить с директором. Что сможем, то сделаем. Но, еще раз говорю, если управляющая компания на ваше обращение не реагирует и не делает то, что вы просите. Кстати, вы должны были заказать этот вид работ на 2020 год. Если он у вас, допустим, люк старый, плохой, его надо было привести в порядок, то в конце года, вот сейчас, кстати, ноябрь-декабрь должны проходить общие собрания собственников, на которых они должны, собственники, принимать решение. Какие виды работ управляющая компания должна сделать в 2021 году? Либо это совет дома должен определять. Виктор Иванович, ну у жителей и так столько много проблем. Мне кажется, это должна видеть в первую очередь болезненные точки управляющая компания. Управляющая компания. Нет, еще раз говорю, я не договорил еще по предложению управляющей компании. Вот на сегодня, либо общее собрание, если общее собрание делегировало эти полномочия совету дома, то тогда механизм следующий. Управляющая компания дает председателю совета дома, что в вашем доме необходимо сделать то-то, 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 да. Согласны вы с этим или нет? Обсуждает совет дома. Да, согласна. Вот это нужно, это нужно, это нужно. Ну не просто на словах, а протокол какой-то собрания. Это протокол заседания совета дома. Дальше управляющая компания, исходя из того, что им дали задание, она пишет, что этот вид работ будет произведен в первом квартале, этот во втором, этот в третьем, этот в четвертом. Все. Вот это и есть план работы управляющей компании НАГО. А я бы добавила добросовестную управляющую компанию. Добросовестную, правильно. Есть звонок, Виктор Иванович. Давайте послушаем. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Мы слушаем ваш вопрос. Говорите, пожалуйста. Слушаем. А ну, добрый вечер. Здравствуйте. Мы проживаем по Антону Васильенко, дом 4. У нас в августе месяце образовалась новая компания. Так. ООО «Панорама». Значит, и решением собрания, правда, голосовали у нас очень мало, ну, не мало, а, в общем-то, как мне сказали 83% жителей, что мы должны платить вознаграждение председателю. То есть, значит, по 4 рубля 74 копейки с общей площади, значит, каждая квартира должна ему оплачивать. Ну, а те, кто были не согласны, у нас ведь пенсионеры проживают в доме, одинокие. Это все-таки, если двухкомнатная квартира, то по 200 с лишним рублей каждый месяц. Вот законно ли это? Правомерно ли, да? Спасибо. Да, это законно, это законно. Почему? Потому что вознаграждение председателю Совета дома может выплачивать. Это зарплата, Виктор Иванович? Или это прописано как вознаграждение? Нет, это вознаграждение. Вознаграждение, так оно называется, вознаграждение. Кстати, поэтому тоже самый возник вопрос, потому что с этого вознаграждения берутся налоги и отчисления и прочее все. Здесь тоже не так все просто. Но, если вы решили вознаграждение все-таки выплачивать председателю, вы на общем собрании должны принять три решения. Первое. Поскольку с квадратного метра, как часто, ежемесячно, раз в год, раз в квартал и за счет каких средств? Так. Вот если все три эти вопроса были на этом собрании приняты, определено, сколько платить, откуда платить и как часто платить, то это законно. То есть здесь, вот я просто хочу развить эту тему, вопрос очень интересный. По 4 рубля могли не согласиться, а, к примеру, уменьшить или увеличить в зависимости от дохода и так далее? Конечно, конечно. Мне кажется, это много по 4 рубля, это много. А в среднем, Виктор Иванович, вот если это скоте есть? Ну, по-разному, где-то по рублю собирают с квадратного метра. Допустим, 70 метров квартиры, 70 рублей. И таких квартир там 100, 100, 130, неважно, да. Вот из этого, это чисто символически. Вот я всегда говорю, не надо вот этого делать. Почему? Потому что председатель Совета Дома будет находиться в такой ситуации, что ему платят, его будут обращаться и днем, и ночью. Он же не штатный работник. Значит, мое предложение всегда было. Вот есть средства, которые дом получает от сдачи имущества в аренду. Кабельное телевидение, да, интернеты, реклама, если есть на домах. Вот эти средства, вот управляющая компания по решению общего собрания может выделять на работу Совета Дома. Что значит на работу? Купить бумагу, оплатить проезд, оплатить телефон. В том числе вознаграждение. Нет, там не будет вознаграждения. Вот тут как раз вознаграждения нету, это идет на работу Совета Дома. И это проще. И управляющая компания закупила бумагу, оплатила там, допустим, проездной председателю Совета Дома, оплатила телефон ему, да, и все понятно. И он работает. Есть вопрос, Виктор Иванович. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер, говорите. Алло. Да, здравствуйте, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Иванович, да, да. У нас, вот я жил на Новосадово, и там 353, мы не можем, и никто не хочет у нас быть старшим по дому. Так. Вот. Я в тое время, как говорится, разговаривал, и такое предложение, может, вы рассмотрите, что старшую по дому платить хотя бы минимальную зарплату, тогда люди, может быть, согласились бы выполнять эту должность. Ну, пожалуйста, да, да. Спасибо. А мы не можем никак, это самое, и у нас компания, которая, это, Приволжской ПЖРТ, у нас их ставят счетчики без нашего, кто-то там расписался и все прочее. Нашли человека, ну, или подпись просто поставили. Ну, понятно, в общем-то, как-то можно урегулировать законно, да, этот вопрос? Так вот, мы только что говорили об этом. Спасибо вам. Вы должны провести общее собрание собственников, на котором принять решение, сколько платить, как часто и из каких средств. Все. Три пункта. Вот это и есть вознаграждение. Вот это и есть вознаграждение председателя Совета Дома. А можно как-то заранее вот уже обсудить, и чтобы человек понимал, какие он деньги будет получать? Так он должен прикидывать, есть у нас площадь жилых помещений, площадь нежилых помещений. Допустим, 3000 метров, площадь жилых и нежилых. Но это же не в каждом доме, Виктор Иванович. Это же не в каждом доме. Нет, в каждом доме своя площадь, естественно, да. Я еще раз имею в виду площадь жилых помещений и нежилых помещений. Посмотреть, какая площадь, сколько вы хотите получать. Допустим, 7 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч хотите получать, да. Прикиньте, сколько это будет с квадратного метра. За вычетом налогов, отчислений и прочее. Вот вам и будет, сколько это нужно, по 2 рубля с квадратного метра. Пожалуйста, вам все это хватит вполне. Спасибо большое. Мы продолжаем прямой эфир, 202.11.22. Дозванивайтесь, пожалуйста, Виктор Иванович. В прямом эфире отвечает на ваши вопросы. И мы продолжаем. Виктор Иванович, тоже актуальная тема. Значит, сейчас подключили отопление. Скажите, пожалуйста, какие проблемы с этим возникли? Вообще, опишите общую ситуацию. Полностью ли у нас в городе подключено? И какие обращения следуют за этим? Практически все подключено. Есть отдельные дома, которые не подключены в связи с тем, что еще не готовы сети. Потому что где-то идут порывы, где-то идет ремонт после запуска. В домах, как правило, идет регулировка стояков. То есть это обычная работа управляющей компанией. Здесь тоже с пониманием надо подойти. Почему? Потому что, как правило, в управляющей компании не так много слесарей. И они работают по домам. Потому что в этом подъезде здесь стояк не работает, здесь тоже не работает. И вот они начинают то сверху, то снизу спускают воздух. Регулируют эту систему. Поэтому, в принципе, работа идет. Я думаю, что в ближайшие дни все наладится. Главное нам, чтобы вот эти вот системы, наши магистрали, магистрали и кварталка была готова. Виктор Иванович, вот все-таки давайте поговорим об управляющих компаниях. Скажите, пожалуйста, как можно законно воздействовать на сегодня на управляющую компанию? Вот насколько эффективна система лицензирования? Значит, я скажу так. Вот я на заседании общественного совета, кстати, в числе вопросов, которые я поднял. Это вопрос о том, что провести отдельное заседание, посвященное вопросам лицензирования. На сегодня процесс лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, на мой взгляд, не соответствует тому, что надо. Ну, извините, для того, чтобы получить лицензию на управление многоквартирным домом, что? Должно быть зарегистрировать юридическую компанию, да? На территории Российской Федерации. Уставной капитал 10 тысяч. Вот мы с вами по 5 тысяч сбросились. Название управляющей компании – рога и копыта. То есть такого названия нету в списке управляющей компании. Директор не судим, имеет коалиферационный аттестат. Вот, все, мы можем работать. Продолжим, Виктор Иванович. Приняем звонок. Алло, здравствуйте, говорите. Вы в прямом эфире, слушая вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я застил на Тавропольской 200, дом, да? Вот на пересечении, прямо на пересечении Минска и угла дома, да? Провалился асфальт уже. Три недели вода бузует, да? Вот никуда не дозволишься. Бесполезно, никто ничего не третит. Слышь, скоро машина какая-нибудь рухнет, а уже там образовалась дыра прямо на дороге. Какая вода? Какая вода? Можете сказать? Холодная вода. Холодная, да? ХВС. Холодная вода. Прямо три недели бузует прямо. Мы поняли. Мы поняли вас, спасибо большое. Давайте так, я Бирюкову, сейчас вот закончится эфир, я Бирюкову дам информацию, поэтому посмотрят СКС, и если холодная вода, то это СКС посмотрит. Но это вообще аварийный случай, должны были сразу приехать отреагироваться. Должны, конечно. Но есть телефоны, специальные телефоны, СКС, Т-плюс, в случае аварии, куда можно позвонить, и они будут решать эти вопросы. Просто я не знаю, куда звонил товарищ, но посмотрим. Давайте я сообщу ему эту информацию. Так, продолжая, Виктор Иванович, к теме управляющих компаний, вот насколько сейчас актуальна эта тема, как сменить управляющую компанию, если недовольны? Ведь это не просто так. Процесс-то очень сложный достаточно. Первое, да, первое, что нужно делать, если вы недовольны управляющей компанией, вы хотите ее сменить, то надо, во-первых, найти единомышленников. В каждом подъезде желательно, чтобы были ваши единомышленники. Почему? Потому что одному провести, подготовить и провести общее собрание очень сложно. То есть все решается общим собранием собственников. Вы должны подготовить и провести общее собрание собственников, на котором принять решение, что мы разрываем договор с нынешней управляющей компанией и берем управление следующей компанией, другую. Ну, а какие документы? Мы сейчас продолжим после звонков телезрителей. Здравствуйте, говорите, мы слушаем вас. Внимательно, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда все-таки дадут отопление? И каждый год такая история. В этом году зимой был обрыв. Ну, можно было бы устранить. Ну, это же вообще полнейшее безобразие. Адрес какой, скажите? Бугачевская 34, Ташкентский переулок 1Н, 3-й, Свобода 187, Бугачевская 36. Но вас уведомила управляющая компания, почему нет отопления, Виктор Иванович? Ну, я думаю, что она должна, если нет отопления в магистрали или в квартальных сетях, да, то понятно, здесь не вина управляющая компания. Это Т-плюс ведет работу, может быть, где-то остались, потому что, вот я знаю, на Ирошевского сейчас еще продолжается работа, на Революционной продолжается работа. То есть, пока идут они работу, пока позволяет тепло нам, вот эта вот погода, слава Богу, хоть час, не в морозы. Ну, я думаю, все это решится, но как сказать? Ну, а что делать сейчас людям? Вот человек сейчас позвонил, что делать? Холодно дома. Есть телефоны горячей линии. Первое. Если есть возможность посмотреть в интернете, в каждом районе есть телефоны горячей линии. В городе есть телефон горячей линии, департамент ЖКХ. То есть, вы туда должны позвонить, сказать, адрес такой-то, у нас нет отопления. Там вам должны ответить, в чем причина. Либо авария, либо управляющая компания не подключила, либо еще какая-то причина. Но они должны сказать причину. И ориентировочный срок подключения тоже должны сказать. Поэтому в администрацию района есть телефоны горячей линии по отоплению. Специально есть в каждом районе. Пока начинать только так надо. Виктор Иванович, но вообще, опять же, я повторюсь, добросовестно управляющая компания должна уведомить жителей. Абсолютно так. Ну, хотя бы объявление повесить. Абсолютно так. Давайте какие-то работы. Отопление будет так-дата, так-дата. Число ориентировочные даты. Вот опять же, как управляющая компания заботится. Это вот к слову об управляющих компаниях. Да, заботится о своих жителях. Согласен. Мы остановились с вами на документации. Какие документы должны предоставить жители управляющей компанией. Аргументированно, чтобы ее сменить. Она опять с нас есть звонок, Виктор. Ну, давайте. Давайте послушаем. Давайте. Говорите, пожалуйста, алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышу. А Ивана Булкина вас беспокоит. Да. Да. В том году отопления у нас не было. И в этом году. Вот у меня сейчас тревается ванн умный, потопительного. Кое-как. Приходишь, холодная батарея. А вот вы звонили по телефону в горячей линии вашего района? Ну, это, знаешь, звонили им, а они топлены. Кому им? А кому звонили им? Я не знаю. Мне как-то... Вот, к сожалению, у нас вот такая ситуация. Ну, спасибо, что хоть до нас дозвонились. Спасибо, да. Попробуем, да, что-то посмотреть. Вот, к сожалению, вот такая ситуация. Вот звонят. Мне часто звонят, постоянно, да? Да. Звонят. Вот у нас то-то, то-то, плохо, это-это. Хорошо. Какая управляющая компания? А я не знаю. Ну, постойте. Вы же деньги кому-то платите. А я не знаю, я посмотрю. То есть, вот даже не знают элементарных основ, что в случае чего первый звонок всегда должен быть в управляющую компанию. Есть аварийно-диспетчерская служба управляющей компании, которая должна записать ваш звонок и сказать, регистрационный номер вашей заявки такой-то. Вот когда вы будете знать регистрационный номер вашей заявки, вам проще будет решать эти вопросы. Сегодня вы позвонили, вам ничего не сказали. Вы поговорили, поругались с кем-то, да, на том конце. Бросили трубку, там забыли, и вы мучаетесь. И никакого толка нет. Поэтому требуйте всегда, чтобы вам дали номер вашей заявки. Нет отопления или плохое отопление, нет воды, некачественная вода, номер заявки дайте. То есть, даже не просто нужно позвонить в управляющую компанию, а оставить официальную заявку, которую они вносят, которую можно отследить. И, например, должны дать обязательно вам. Да, совершенно верно. Так, продолжаем разговор по поводу управляющей компании, Виктор Иванович. Да, все-таки какая документация необходима? Значит, документация основная – это протокол общего собрания собственников. Но прежде чем вы придете к протоколу, прежде чем вы придете к проведению общего собрания, вы должны с новой управляющей компанией встретиться, как правило, это председатель Совета Дома, обговорить условия договора, на каком основании они будут управлять вашим домом, сколько это будет стоить, какие условия и прочее, все это обговорить. А лучше всего, если вы встретитесь с жителями тех домов, в которых уже управляются этой управляющей компанией, и просто спросите, а как они работают? Как они работают? Стоит ли к ним идти или нет? Ну, я так думаю, что в любом случае голоснованно выбирать управляющую компанию не стоит, а только по положительному опыту жителей, которые хотят бы… Вот сейчас будет готовиться рейтинг управляющей компании по итогам 2020 года, поэтому посмотрим. Есть звонок, мы слушаем вас, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, слушаем. Алло. Да, говорите здравствуйте еще раз. Здравствуйте, у меня вопрос есть. Пожалуйста. У меня вопрос есть. Слушаем. Да, слушаем. Создать смертно-договорной отдел для проверки смерт по ремонту, по текущему ремонту дома, потому что председатель совета дома не может грамотно разговаривать на эту тему с подрядчиком и с управляющей компанией. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Иванович. Все правильно, все правильно, я с вами 100% согласен. Более того, скажу, что вот Коавликационный центр ЖКХ и энергетики, где я являюсь директором, да, мы на этот год получили госзадание. У нас три специалиста сейчас работают вот по разъяснению требований ЖКХ, да. На следующий год я сейчас прошу у министерства дать дополнительно мне четыре должности. Две должности юристов и две должности сметчиков. Вот когда, если мне это дадут сейчас четыре специалиста, да, юристы будут заниматься своими вопросами, оказывать помощь председателям Советов Домов по подготовке исковых заявлений, обращений в суды, сопровождение в судах. А вот сметчики, они как раз будут заниматься проверкой этих смет. Почему? Потому что опыт показал. Ко мне же много обращаются с этими сметами. Я пользуюсь тем, что есть возможность обратиться в фонд капитального ремонта, там есть сметный отдел. Я прошу их, посмотрите, сметы. Вы что думаете, от 10 до 40 процентов смет завышено? Ну, к сожалению, это так. Ну что же, Виктор Иванович, благодарю вас за участие, спасибо за то, что вы уважаемые жители нашего города. Такую активную позицию принимайте в нашем разговоре, мы обязательно увидимся. Тема горячая и продолжим непременно. Спасибо, Виктор Иванович. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова